Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Премудрости Соломона», 12 глава. «Нетленный твой дух пребывает во всем». Богу присуще свойство духовность, и кроме этого сам Господь говорит, Бог есть Дух, потому и Духом истинную, и истинную надлежит человекам кланяться Богу. Духа Святого мы узнаем и как Личность, одной из трех лиц Пресвятой Троицы, которая принимает участие в созидании мира и в довершении всего того, что делается для спасения душ человеческих в вечности Отцом и Сыном. «Нетленный твой дух пребывает во всем и везде, но ни с чем не смешиваясь». Он есть та Божественная Личность, которая, присутствуя в жизни человечества, бесконечно удалена от него не местом, но природой. Однако во всем пребывает не эманацией, как в индуистских представлениях о Божестве и о мире, как о его излиянии, а пребывает, просвещая и наставляя к праведному состоянию всякого человека, приходящего в мир. «Посему заблуждающихся ты мало-помалу обличаешь, и, напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в тебя, Господи». Это не холодная проповедь, не холодное назидание произносит премудрое, но сам, обращаясь к источнику всех благ Господу, говорит о его милости к падшим и изумляется его милосердию, которое приводит грешника к покаянию мало-помалу, сообразовывая с его ожесточением и меру вразумления, от него исходящие. Так, возгнушавшись древними обитателями Святой Земли твоей, ей надлежало впоследствии осветиться Боговоплощением, хождением по ней самого Спасителя мира, совершавшими ненавистные дела волхвований и нечестивые жертвоприношения, и безжалостными убийцами детей, и на жертвенных пирах пожиравшими внутренностей человеческой плоти и крови в тайных собраниях, речь идет о хананеях и о некоторых других племенах, столь нечестиво и богопротивно живших на этих землях, прежде пришествия туда Израиля. И родителями упоминает Господь и о неких тайных собраниях, которые еще тогда имели место, и насколько перевелись вовсе на земле, Богу известно. И родителями, убивавшими беспомощные души, гнушаясь всем этим, ты восхотел погубить их руками отцов наших, дабы земля, драгоценнейшая всех у тебя, приняла достойное население чад Божьих, но и их, как людей, ты щадил, послав пред течами воинство твоего, шершней, дабы они мало-помалу истребляли их. Итак, прежде чем явилось войско евреев, грядущих из Египта в землю обетованную, посылал он им средства для вразумления и мало-помалу сказано наставлял их к покаянию, посылая прежде шершней, жало которых хоть и были болезненные, но явно что слабее, чем копья приступавших к этой земле ради ее освобождения от хананеин, израильтян. «Хотя не невозможно было тебе войною покорить нечестивых праведным или истребить их страшными зверями или грозным словом в один раз, но ты, мало-помалу наказывая их, давал место покаянию». Каждый из нас также должен, увидев в жизни своей различные скорбные обстоятельства, указание Божье на неправедность дел наших надлежит благодарить Его милость за то, что не совершенно карает Господь за неисправности наши, не поставляет пределы жизни нашей, но оставляет время для покаяния, мало-помалу, небольшими вразумлениями и скорбями наставляя к покаянию. «Зная, однако, что племя их негодное и зло их врожденное, и помышление их не изменится вовек». Не знал ли Господь о сердечном избрании Иуды-предателя? Но и ему было, что понести после угощения и насыщения пяти хлебами пяти тысяч человек, когда коробов у круг, оставшихся после насыщения пяти тысяч, не считая жены детей, осталось ровно двенадцать по числу апостолов. И Иуду не оставлял Господь без милости и вразумления, хотя и предвидел богоубийственное расположение Его. «Ибо семьи их было проклятое от начала, и не из опасения, перед кем-либо ты допускал безнаказанность грехов их». И так до времени торжествует всякий злой и нераскаянный. До времени бывает Божье попущение приумножаться злу и, кажется, царствовать на земле над всякой правдой и добродетелью. Всему этому Господь знает конец и, если и оставляет, до поры до времени безнаказанным злодейство, то только потому, что оно должно еще послужить для большей славы тех, кто силой Божьей будет низвергать и противостоять этому злу. «Ибо кто скажет, что ты сделал, или кто противостанет суду твоему, и кто обвинит тебя в погублении народов, которых ты сотворил, или какой защитник придет к тебе с ходатайством за неправедных людей?» Очевидно, что один есть ходатай за все падшее человечество, Господь Иисус Христос. Никакое ходатайство человеческое не сильно в искуплении грехов людей, потому в этих словах мы видим указание и на необходимость Сыну Божию стать Сыном Человеческим ради того, чтобы взять на себя грехи мира. «Ибо кроме тебя нет Бога, который имеет попечение о всех, чтобы доказывать тебе, что ты несправедливо судил». Понятие «Бог», «Единый Бог» предполагает отсутствие какого-либо второго Бога или третьего, который находился бы в каком-то противоречии с Богом Первым. Бог — тот, кто всегда был, есть и будет, кто является источником бытия для самого себя и для нашего мира, и с которым некому сравниться. И хотя в Троице Пресвятой мы различаем три лица, но представляют они из себя при всем своем личном, божественном достоинстве одного и единого, три единого истинного Бога. «Ни царь, ни властелин не в состоянии явиться к тебе на глаза за тех, которых ты погубил. Будучи праведен, ты всем управляешь праведно, почитая несвойственным твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания». «Дело Божие», — говорит Феофан Затворник, лишь бы миловать и миловать, лишь бы человек дал какую для этого зацепку, какой повод для того, чтобы Бог простил, помиловал. Потому все то, что называем мы судом Божьим и карой в отношении отдельных лиц или целых народов, является божественное свидетельство и действование, которое отражает нераскаянное утверждение, окаменение тех, кто, отвергнувшись Бога, уже никогда не захотят к Нему обратиться. «Ибо сила твоя есть начало правды, и то самое, что ты господствуешь над всеми, располагает тебя щадить всех». В этом и есть доблесть начальствующего, которому вручена власть над всеми подчиненными своими, являть именно по этой причине и милость совершенную к каждому находящемуся под его попечением. «Силу твою ты показываешь неверующим всемогуществу твоему, и в непризнающих тебя обличаешь дерзость». Повторимся, что так называемый Божий гнев есть лишь явление силы Божьей в тех, кто прежде добровольно, а точнее сказать, зловольно отреклись от Бога всяческих и злоупотребили своей свободой вопреки призыву Господню. «Обладая силой, ты судишь снисходительно и управляешь нами с великой милостью, ибо могущество твое всегда в твоей воле. Но такими делами ты поучал народ твой, что праведному должно быть человеколюбивым, и внушался нам твоим благую надежду, что ты даешь время покаянию во грехах». Итак, все дела Господня благи, потому и лучше для человека довериться воле Его. Утверди волю свою в следовании воли Божьей, и всегда будешь пользоваться благами Господними, ибо из дел Его нет никаких происходивших бы из какого недоброго источника. Все, что совершает Господь, благо, но только для того, кто умеет это благо с благодарностью принимать и употреблять и скорби, и радости на пользу спасения души своей. Ибо если врагов сынам твоим и повинных смерти ты наказывал с таким снисхождением и пощадою, давая им время и побуждение освободиться от зла, то с каким вниманием ты судил сынов твоих, которых отцам ты дал клятвы и заветы благих обетований. Господь нас с вами причисляет к стаду своему, ублажая апостолов, а точнее тех, кто уверует по слову их, блаженны, не видевшие, но уверовавшие в ваше благовестие о воскресении Христовом. Ибо это обетование, данное отцам нашим по вере Христовой, несомненно, сопровождает и нас, потому не должно сомневаться, что те вразумления, которые нам попускает Господь, есть свидетельство Его любви, ожидающий для нас Эф. Есть свидетельство Его любви, жаждущий преподать нам совершенные блага вечной жизни. И так, вразумляя нас, ты наказываешь врагов наших тысячекратно, дабы мы, когда судим, помышляли о твоей благости, и когда бываем судимы, ожидали помилования. И так, призывает Господь судить других милостивно, а лучше сказать, вовсе не судить, а в отношении скорбей своих никогда не оставлять надежды на милость Божью, которая и скорбь нашу срастворяет упованием на Его милость. Посему ты и тех нечестивых, которые проводили жизнь в неразумии, ты истязал собственными их мерзостями, ибо они очень далеко уклонились на путях заблуждения, обманываясь подобно неразумным детям и почитая за богов тех из животных, которые и у врагов были презренными. Посему как неразумным детям в посмеяние послал ты им и наказание. Эти же слова пророк употребляет святитель Феофан, когда вразумляет народ русский, стремящийся уподобляться западному нечестью. Чем согрешаем, тем и будем наказуемы. Увлеклись всем французским в начале 19 века через французов попустил Господь и вразумление народу. И далее говорит, будет так, потому и будет вразумление от тех, кто отступит от следования Богу своему ради подражания западному образу жизни и образу мысли и нечестия. Но, не вразумившись обличительным посмеянием, они испытывали заслуженный суд Божий, ибо, что они сами терпели с досаду, тоже увидев на тех, которых считали богами и через которых были наказываемы, они познали Бога истинного, которого прежде отрекались знать, посему и пришло на них окончательное осуждение. Но, невразумленные и такими очевидными божественными казнями народы чуждые благоразумия, отвратившиеся от премудрости Божьей, уже были подвержены окончательному разорению, и хоть окончательное осуждение есть дело страшного суда после второго пришествия Христова, но и для вразумления живущих те скорби и окончательное искоренение, которое претерпели многие богопротивные народы, служат нам для явления силы Божьей и укрепления нам в вере во всемогущество любящего нас Творца. Творца. Продолжение следует...